Привет, землянин! Сегодня из этой природной студии я хочу рассказать тебе о том, что такое настойка на икре морского ежа, на панцире морского ежа. Для того, чтобы ты мне поверил, я стал будто бы барменом для 47 человек. Я разливал, накрывал на стол и просил поделиться их мнением, что же они думают об этом продукте. Также я позвонил женщине, которая болеет раком, для которой настойка оказалась весьма эффективна, и попросил ее поделиться. В прошлом я работал водолазом и собирал это для других людей. Теперь в настоящем я делаю настойку из ежей, которых собирал раньше, и предлагаю это тебе, потому что это действительно доброе, достойное дело, которым не стыдно заниматься. Надеюсь, мой ролик заинтересует тебя хотя бы попробовать. Итак, полезного просмотра тебя. Откуда ты вообще узнала про настойку и как ты ее добываешь? Про настойку. Я сначала узнала про ежей. Меня сначала угостил, мы поймали в балакаменке этих ежей, мне угостило. Я говорю, я не знаю даже, что с ними делать, не то, что там как-то их есть, и что вообще с ними делают. Мне показали, как открывать, есть, да, попробую, сможешь ты их есть или нет. Я попробовала, а они только смоли такие холодные, как бы, и вообще хорошо зашла икра. А потом, через два года, когда поставили такой уже диагноз, я вспомнила, что мне сказали, что именно икра способствует, у кого щитовидка, онкология, вот надо есть. Потому что выводят токсину после химиотерапии. И что настойку, вот ты ее, сколько уже пьешь? Ну смотри, я ела больше икру изначально, когда я только заболела, вот я тебе позвонила, да, мне достали, ну и ребят привезли икру, я начала есть, получается, во время как раз химиотерапии. Я говорю, вообще у меня врачи даже говорят, как странно, что вы при, у меня там иммунитета 20% было, что вы при таком иммунитете еще перенесли два раза ковид, только это подтверждено, что у меня ковид был. Видишь, как там, ковид, он действует на кровь, сгущает. И почему делают уколы разжижающие, чтобы не образовывались тромбы, вот это все. А у нас после химии в крови, можно сказать, вины очень плохие и, говорю, очень хорошо, полезно, вот именно икру, ежей. У меня не выпали волосы, и некоторые же и ресницы выпадают, и все-все-все. Вот у меня до конца продержались, я 4 месяца, получается, почти каждый день ела икру. Как бы ежики-то, они чем полезны, то, что они выводят токсины изначально и исполняют витаминами, то есть это натуральный продукт, потому что с таким диагнозом нельзя пить, там какие-то витамины даже. Вот, и меня поддерживал организм лейкоциты, которые белые тельца в крови, если они падают, то тебе химию не будут делать, то есть пока они у тебя не поднимутся. И когда уже ежи не было, я вот употребляла эту настойку, и знаешь, как бы чувствуется сразу, все равно нету такой усталости, она бодрит как бы, да. Я говорю, что когда я принимала, вот накопительный курс все равно он идет, то есть если я так могу спать не знаю сколько, да, то принимая вот икру или настойку, получается, где-то 5 часов не хватает на сон. Я чувствую себя нормальным, здоровым человеком, у меня прилив энергии, я хочу делать это, это, и движение, ну как бы есть настроение какое-то, да. Лучше всего как? Если ты слышишь это, и это не проверено, ты не так доверяешь. А когда тебе наглядно показали, что да, результаты видим, ты такой, да, блин, как классно, это эликсир молодости, там же столько витаминов, и все, как бы они тоже так, давай будешь заказываться и нам. Я заказывала им, они тоже ели, еще с таким удовольствием, у меня подруга одна вообще, ой, такие вкусняшки, я говорю, ой, нифига, маме надо, у кого щитовидка там, да, у ней как раз с этим проблема. Я думаю, это будет прямо зачетно. А вот так как я не могу икру им в чистом виде, в живом отвезти, то тогда нужно как-то вот, я говорю, очень идея у тебя хорошая, вот на меду настойку делать. Мы всегда, а что везем, да, где-то живешь, оттуда и хочется какие-то деликатесы или там что-то, вот печень трески, само собой, да, уже там заказы, печень трески, вот теперь настойку, поэтому мне срочно нужна твоя настойка на меду. Эти настойки у нас есть на Озоне и на Вайлдерисе, вот. Польза есть, результат виден, то есть он не то, что там, ага, ты пьешь и не понимаешь этого, я на себе это вижу, прям реально есть возможность, конечно, лучше живых, но когда нету, то приходится настойку. Вот так вот, честно и откровенно. Снято? Угу. Так. Снято, я думала мы с тобой так-то это разговариваем, он снят. Беспрецедентная акция на Шиланке, вообще марафон здоровья. Сыр, колбаса, черный хлеб, настойка на икре морского ежа и на панцире морского ежа. Люди в первый раз вообще в такой теме, в оздоровительной, поэтому только для здоровья вообще по одной. В данном случае это настойка на коре морского ежа, первые желающие, вообще экспериментаторы с Украины. Закусывать надо? Не, вы сможете это пережить, мороженым закусим. Мне очень интересно, дружит ли такая настойка с шоколадным мороженым? Миланта будет тестировать, значит, нашу Herbal Vodka from Russia. Перседу будет пробовать. А, тебе дали заедать чем-то? Я буду пробовать настойку из чего? Из икры морского ежа, с алкоголем. С помидором. С помидоркой. Ну что, за Антохи на здоровье. Спасей рядом? Рядом, рядом. Сейчас начнется дегустация, нормально. И расскажите, что там, чем вам отдает. Хочет, хочет. Икра морского ежа на спирту. Это сразу надо в себя? Да, да, да. Вы наливай давай. Сейчас попробуем. Даже, подожди, реклама. Это не реклама, это рассказ просто заинтересованного человека, который дарит нам это счастье попробовать настойку ежа. Ехиномед. Верный помощник при иммунитете 23 февраля. А сейчас Александр будет улучшать работу кровеносной системы, уровень гемоглобина поднимать, работу половой системы, значит, увеличивать, щитовидная железа. Все, 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 все. Стойка употребляется для успокоения нервов. Так же. Вот, ребята упали. Покажи, покажи раны боевые на байке. Профилактика. Атеросклероза, щитовидная, значит, железа, иммунная система, кровеносные сосуды. Аминь. Растечаться все благо чревоугодное по всей периферии телесной. Здоровья ради. За ежиков. Здоровья, здоровья, да. Я предлагаю выпить за Антона, за человек праздник. Человек Шри-Ланка. За любовь. За то будешь очень здоровая, вообще прям. Девочки, как-то, смотрю, не решаются. Сглатывай, не сплевывай. А потом вот и не пить. Рыба. Переживет. Так, а слушай, а где их добывают вообще? Больцоварь. Сколько здесь градусов? 40. Приготовлено в Мурманске и разлитого. Если вам то, что знает. Настойку, которая очень ползительная и зрительная. Надеюсь, что все меня услышат. Я донесу до всех, что это на самом деле полезно. Поэтому учитесь, принимайте эту настойку и иммунитет. И все остальные органы ваши будут снабжены теми микроэлементами, которые находятся в этой настойке. Всем здоровья. Мамочка, может быть? Что ты чувствуешь? Не-не-не, говори сразу, у нас там все честно. Пахнет хуже, чем на вкус. Вообще вкусно. Самое главное полезно. Интересный такой запах. Не почему-то крапот. Действительно, почему. Какое счастливое лицо. Касипу, это самогон такой вообще. Ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? А ты меня уважаешь? Рыбный пьяниц. Это похоже на устрицу. Знаешь, когда просто устрицу пьешь? Вот так вот. Только он... Как еж. Это как еж. Только как устрица. Ты ее пьешь, как алкогольная устрица. Как икра с водкой. Вот когда в кринке, то есть не жидкость. А что-то спиртное. Не до спиртного. Я надеюсь, я буду здоров. Здорово все будем. Я надеюсь, мы доедем до дома. А мы поехали, значит, в следующую деревню. Я вот выпил морского ежа прям вот соленой водой. Прям вот такой вкус. Водки не чувствуется. Чувствуется что-то такое прям вот морское. Как будто хлебнул вот этой морской лужи. Ну, очень прикольно. С утра очень мило. Да и вечером тоже потянет. Мидиями. Она как будто на мидиях. После вкус. После вкус я такой, да, мидевая. Мидиевая. Ложили ее в спирт. Немного настояли. Добавили туда ежа и еще кого-то точно. Кору, да? Много дактей. Кора, кора. Кору, да. Это его панцирь. Панцирь, значит, ежа. Кору. А что за кора? Ну, с него напиваться очень плохо. Там, короче, я прям присолодился. А с чего хорошо напиваться? Ну, не знаю, прям с нормальной водки. А с чего вы напиваетесь вообще? У меня один друг говорил, что он напивается с этого. Игермейстер. Игермейстер, говорит, посадил, как бы, ну, вроде, оздоровился. Как бы, нет. Вот это то же самое, только это русский Игермейстер. Мы можем раскатать эту бутылку на раз, как бы. Ну, тоже плохого ничего не будет. Люди так делали, я им продавал. А у меня повышенная возглавие. У меня подруга, когда я ей сделала на панцирях настойку литр, к ней приехал с Питером брат, что ли, двоюродный. У них закончился коньяк, они выпили литр настойки. И говорит, вообще изумительно, и голова не болела, ничего. Я говорю, так она, наоборот, не будет болеть. Потому что она же, как бы, в Японии или где, люди, если выпивают, им раз, настойки, как раз на морских лежах, чтобы оно выводило вот эту токсичность, и у тебя не будет похмелья. Очень примитивно все собираются руками. Когда ты его собираешь, у тебя куча потом иголок. Хоть ты их собираешь решеткой, ну, специально за грибушкой, у тебя все равно потом иголки торчат в этих. Плюс ты их перебираешь. Да, больше. Плюс, когда ты их колешь, и ты весь как ешь, реально, только на руками. За спуск набрать, где-то в идеале, там, 100 килограмм лежат. Прикольно вообще. Каждый, каждый через мои руки. Я знаю каждого ежа вообще, я трогал, для каждого. До этого была партия, когда нырял. Этих тоже не знают, не знакомы. Начинали мы с пластиковой полторашки, это все дело. Сейчас это уже, как-то, выглядит даже красиво. Сайт их дизайн. Кеверный артефакт, как бы, все содержится в природе. У нас там семга красная есть. Вот эти морские ежи, гребешки. Это все дает нам природа. И потом, путем консервации, чтобы это не пропадало, потому что морские ежи можно есть только живьем. Их не морозят, там, не замораживают. Либо в порошок превращают, либо на стойку. Вот. И мы выбрали, мы все-таки водолазы, там, поближе к спирту, к себе, к ловению. Если у тебя есть возможность его убивать в море, как бы, ну, ловить, живого есть, вообще ешь. Я говорю, если у кого-то есть возможность его доставать, я раскрываю, как я его делаю, как настаиваю, сколько дней вообще, без проблем. Но если у тебя нет возможности, если ты живешь где-то в Центральной России, в Сибири, где нет моря, вот это альтернатива. Это же первое пришло, я ждал, я ждал эту бутылку вообще год, пока она ко мне прилет, ее привезли, и мед привезли. Да, я еще не пробовал алкоголь, который отдает рыбой. Вкус собаки кому-то напоминает, уже по запаху, но тоже неплохо. Я съела, как будто я съела какую-то улитку, и очень горько. Очень горько, чем запить, нечем запить, это надо пережить. Зафиксировали, зафиксировали. Миша, ну, отдавал, вообще сверху не отдавал, то есть они чистые мидии были, а вот этот, он менее концентрированный, мне кажется, наоборот. Мне этот больше понравился. Непонятно, с чем сравнишь, с черной икрой или с красной вообще. Это прям как еда и закуска. С утра, милое дело, прям поправился. Мне сейчас самое такое, вот, нужное. Какой странный вкус. На нем написано, это вкус. Ежовый, мам, ежовый. Понюхай. Действительно ежовый вкус. Как и вкусный ежовый. Нет, можно мне? Слушай, я какого-то выпил и закусил, нормально стало. А чувствуете, да, органы уже не болят внутренние, вот здесь сразу вычушивают, сердце. Ты же за рулем. Бодрит. Да нет, это запуститель. Чувствуешь, щитовидка прошла? Я же не на машине, там же не рулят. Ой, чувствую, запор прошел сразу. Что? О, у меня борода, кажется, возбудилась. Вот на этой руке уже затянулась, смотри, вот щетка вообще. Классно. Уже умершая луковица, да, начинает приобретать силу и рост. Кровеносная система заработала прям вообще. А ты видишь, что это и трахая, это какой-то забавный запор. Необычный. Что ты скажешь про этот вкус? Чувствуешь? Странный очень. Чувствую нотки мурманских. Чувствую нотки лежа. Чего-то морского. Действительно вкус краба. Мы недавно шьели, вот это получается. Ну и на нашей водочке. На чем она достойна? На нашей воде? Такой безумно приятный вкус, что прям хочу его растянуть на дольше. Короче, поляки съехали. Вероника с Польши. Ребята, ежа пробуем. Антон, за тебя, дорогой? Спасибо большое. Ты очень хороший организатор, правда. И болею с душой. Это очень приятно. Это видно. И это еще не вечер. Мы еще в последний вечер тебе скажем пару ласковых. Но сегодня, подводя промежуточный итог. Я просто тогда в последний день буду книги подписывать, чтобы понять, кому что писать надо. В общем, Надежда, как педиатр Шри-Ланки. Одобряешь? Одобряю. 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 Одобряю.